Желающих заложить липовую аллею было гораздо больше, чем молодых деревцев, поэтому озеленительная акция уложилась буквально в несколько минут. Посадил свою липу и глава города. Никогда почетом не занимался, но высаживал много и хороших деревьев, и березовой рощи, и красную малиной яблоню. Но, как правило, я всегда это делаю вместе с какой-нибудь компанией энтузиастов, с коллективом. Вот и сейчас тоже липовая аллея, которая, будем надеяться, через какое-то время станет очень красивой еще одним украшением города. Липы по замыслу специалистов паркового хозяйства идеально здесь приживутся. Они будут нормально расти, как говорится, вторым ярусом под тополями. А когда достигнут высоты в 20-30 метров, старые тополя, которые загрязняют город пухом, можно будет убрать. И эта весенняя высадка не последняя. В планах у городских агрономов закладка новых аллей из разных видов деревьев. Саженцы выращивают сами в двух питомниках. Это ива, яблоня, вишня, слива, липа. Более полутора десятков районированных видов. Должно быть большое разнообразие деревьев, для того, чтобы город не выглядел уныло и однообразно. Так как разные деревья в разные периоды года имеют разную окраску хвои и листвы. Например, осенью разные лиственные породы, они имеют абсолютно разный окрас, от желтого до огненно-красного. Подсчетом деревьев в городе специально никто не занимался, но их гораздо больше, чем жители. И с каждым годом зеленые легкие абакана будут только увеличиваться. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok